Друзья, всем привет! Это Клуб Рыболов Одесса и мы снова с вами. Дания, Копенгаген. Давненько же мы, друзья, собирались навестить старушку Европу. И вот свершилось. Клуб Рыболов Одесса в Дании, в Копенгагене. Представляем вам, друзья, наших героев, которым и 2500 километров ни по чем. Дай только попытать свою рыбацкую удачу в новом, диковинном, еще неизведанном ранее водоеме. Итак, друзья, встречайте! Вадим, Виктор, Ольга, Масри и Леонид – охотники за королевскими сорелевыми хвостами в Дании. Клуб Рыболов Одесса, Копенгаген, рыбачьи с нами! Оказавшись в одном из красивейших уголков старинной Европы, мы не смогли себе отказать в удовольствии посетить самый сказочный город в мире. В каждом, пусть даже самом маленьком дворике площади, набережной которого, буквально кожей ощущается присутствие сказочных героев. И это неудивительно, ведь здесь жил и творил сам великий мах и волшебник Ганс Христиан Андерсон, на восхитительных литературных произведениях которого выросло не одно поколение современного человечества. Уверен, среди нас не найдется ни единого человека, который бы не погружался в волшебный мир снежной королевы, оловянного солдатика Дюймовочки. И все эти сказочные персонажи жили и творили именно на улицах этого уютного, теплого, атмосферного и невероятно комфортного европейского городка. Рассказ о клубном вояже в Копенгаген был бы не полон, если бы мы не упомянули о нашем главном идейном вдохновителе и очень обаятельном, да чего уж там говорить, сказочном гиде Олечке Дыморецкой, благодаря которой мы в столь сжатые сроки узнали для себя столько нового, интересного и полезного о истории Дании, как о стране, Копенгагене, его знаменитых жителях, прокатились на речном трамвайчике по извилистым канальчикам самого центра Копенгагена. Прогулялись узенькими улочками местной Дерибасовской, глазея на разукрашенные витрины, практически стали участниками начинавшегося в этот день Хэллоуина, посетили Королевский дворец и забравшись на самый верх старинной городской ратуши, осладились великолепными видами и пейзажами. Нашему взгляду открылись и самый старинный лунопарк в Европе с его чертовым колесом, напомнит и сказочное переплетение старинных улочек и узеньких канальчиков, по которым то и дело сновали маленькие речные трамвайчики. Прокатиться или нет, вопрос как-то и не стоял, и ноги буквально сами привели нас к пристани, где мы быстро очутились на борту одного из них. И тут началось настоящее волшебство. Глазея по сторонам, мы даже не отдавали себе отчет о времени. Столь ярко нас захватило это водное путешествие, во время которого мы воочию насладились видом старинной набережной, познакомились с той самой русалочкой и просто замерли в созерцании современного оперного театра, расположенного прямо у воды и сияющего миллионами разноцветных огней, излучаемых его просто футуристическими люстрами, выполненными из камней Сваровски, рассеющими сотни разноцветных огней на всю обозримую человеческим взглядом водную гладь. И все это в невероятно теплых и томных лучах осеннего датского заката. А теперь, друзья, немного приглушив звук, мы дадим вам возможность оказаться в нашей дружной компании в этом замечательном городе, самостоятельно окунувшись в атмосферу сказки и насладившись ею по полной. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И какая же вечерняя прогулка по Копенгагену обойдется без посещения традиционного настоящего датского паба И мы друзья тоже не удержались, посетив один из самых старейших фантастически атмосферный ресторанчик И что уж тут греха таить Не на слово поверив местному бармену Самостоятельно и воочию оценили все превосходства датских элей и пивных напитков Которых в данном заведении просто бесчисленное множество Каждый из нас по вкусу нашел для себя именно тот напиток или явство, которое было ему по душе И оно было настоящим датским Посмотрите только на этот Ириш Фантастика Сейчас я пишу этот текст, а сам мысленно окунаюсь в атмосферу того, что произошло Друзья, это просто невероятное удовольствие Еще немного прогулявшись по старинным улочкам и отдав должное сувенирной промышленности Дании Мы медленно и уверенно собрались у нашего прекрасного автобуса Погрузились в него и отправились в путь навстречу новым приключениям Довольно быстро покинув столь гостеприимный центр Копенгагена Мы медленно и уверенно подобрались к самому красивому и длинному мосту в Европе Через который нам открывалась дорога в наши заветные форелевые края Ну что ж, друзья, Клуб Рыболов Одесса, рыбачьте с нами Продолжение следует